народ доброе утро приехал к рыбакам сказали 345 выплываем в общем ничего не понятно никого нету то ли я опоздал лодка стоит та лодка стоит и и никого нету такая фигня вот это мокрые следы от рыбы соленой наживка он уже его покатил короче мы заправляемся у них в пикапах есть баки с дизелем потому что дизель на воде очень дорогой они заправляют сначала в пикапы себе а потом перекачивают это все в лодке чтобы дешевле было ну и вот она рыбка соленая сейчас берем в общем две бочки на лодку и это будет две бочки наживки сегодня в общем круговорот репти в природе ловится солится складывается и опять наезжать в море уже в раколопке а это место для лапса чем-то у меня попросила так сделать не знаю зачем но я сделал по 8 рыбок в общем мы поплыли как видите на улице еще темно получается 3 6 7 8 ящиков 8 ящиков рыбы мы должны будем использовать в раколопке утром туман летают птички вон там но эта раколопка не наша у них красным цветом позначено вода в бачке там циркулирует чтобы лапсы не умирали вон она вытекает в общем будем сегодня работать где-то до часа до двух дня начиная с сколько получается где-то с четырех утра вот эти штук используют чтобы лапстром надевать резинки на лапы вот такими специальными тулсами это первым делом что надо делать будет а потолить только отпускать туда вот такая утренняя красота рассвет сейчас солнце выйдет там уже острова какие-то небольшие он ищет поплавки походу у него таким цветом поплавки ветер чтобы люди могли видеть какие он поплавки поднимает другие лодки чтоб типа свои не трогал чтобы и окружающие могли видеть мы уже почти полгартика использовали наживки и наловили очень много ламперов мужики тоже работают окажется поплавки у него не такие и каждая поплавка у него красная с белым это тоже мужики с утра уже проверяют каждый своей раководки вот наша все будем доставать вот глубина где-то где-то веревка должна быть в два раза длиннее красный с белым красный с желтым то есть вот 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 в вот 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 это вот царапин то пока крупных не попадалось только только такие полу килограммовые их по две кстати висит, ой краб там есть даже по две штуки на веревке висит мы с ними не выйдем в передателю, да? и вот эти крабы, они умирают на зиму серебряный забирают у них я вам показывал эти ноги собирают пробивает его и рыба и этим лабстры его едят они оставляют его здесь сейчас я буду рыбу ставить наживка смотрите красавчики и даже и мерить не надо если он маленький его выпускает это все хорошо, да? или нет? что? я имею в виду все хорошо, размеры хорошо да, мой хороший хороший, он молодой и большой он хочет меня укусить вот это мерка, по которой не мегает панциринг вот вот Продолжение следует... Половина из них они выкинут сейчас в город. Кажется, сарчики. Это маленькие, маленькие, маленькие. Очень много выкидывают. Жалко так. Там куча мяса, просто куча. Но они не по размеру, их нелегально брать. Сюда рыба одевается. Сюда рыба одевается. Целый день прокалываю рыбам глаза. Часто вот такое происходит с ногами лапстеров. Трудно их достать. Они с ними не заморачиваются. Просто выкидывают и все. Рыба одевается за глаза и все. Вот такая нам женщина попалась. С одной лапой. Эй, она у нее есть? Да, кто-то должен обмануть ее, чтобы она не ела хорошие лапы. И не ела хорошие лапы. Стоит ли? Да. Потому что большая женщина, которая ела много лапы. В общем, кто-то ее поймал. Кто-то ее поймал. Адел ее это. И она в воде. Мы ее не имеем права трогать. Потому что у нее хвост, видите, весь пробит. Эта девушка, мы ее отпускаем. Соф, что вы, да? Она будет размножать деток маленьких. А у этого чувака уже одна ножка отросла. Кто-то ему сломал когда-то. И отросла, растет. Было бы круто, если бы у людей тоже отрастали руки и ноги. Эта девочка. Эту девочку мы берем. Попалась вот такая самочка. В общем, она никто ее не метил. Никто ее никогда не ловил, эту самку. Поэтому ее можно брать. Но иногда они сами от себя ее берут, метят и отпускают. Но это он забрал. И потом, если кто-то ее поймает, увидели, кто метал. И выкидает в воду обратно. Смотри-ка, у нее лапа с правой стороны. Ух ты, блин, как оно сильно. Вот такая, а с левой вот такая. А у мужика наоборот. Вот эта лапа у мужика с этой стороны, с правой. А вот эта широка с левой стороны. В общем, все противоположно. И хвост у самки широкий. Очень широкий хвост. Вот это что остается от селедки этой за два дня. По 8 штук они ставят. По 8 штук. Девочка, мальчик. Смотрите, у мальчика лапа какая с этой стороны. Какая у девочки лапа с этой стороны. Они абсолютно разные. У девочки же наоборот. Лапа с этой стороны. Такая, как у него. И с этой. В общем, все наоборот у них по лапам. У девочки справа широкая. У мальчика справа вот такая, узкая. А слева широкая, наоборот. Короче, вы поняли, да? И по хвосту как их определить. Смотрите, какой хвост у него. Вот эти пилочки. Они очень маленькие такие. А у девочки. Они такие широкие прям большие. Вот там широкие. И опять же, все это происходит возле побережья прям. Возле берега. Вон там дом что-то. Вот искал. Мы уже 3 ящика использовали на жипке. Четвертый пошел в ход. Бах вылетел. Бах вылетел. Бах вылетел. Еще один. Еще один. Еще один. О, вот это нормальная. Самочка. Ну, нормальная. А здесь, смотрите, все осталось. Одни бошки от селедок. Сейчас еще один. Это там будет, наверное, интересно. Там тоже одни бошки и много маленьких лаптеров. А, нет, есть пару размеров. О, вот этот хороший. Видите, хвост проверяют. Он и позначил и выкинул. Чтобы кто-то споймает ее, потом тоже будет выбрасывать. Чтобы не брать ее, чтобы она плодилась. А тут уже, смотрите, пол коробки этой аквариума. Надо даже под скалами тоже. Здесь это 15 фит. Дип. Глубина. И здесь тоже у них стоят роколовки. Смотрите, какие скалы. Красивые. Два красавчика. Это мальчик. Два мальчика. А резинки у нас уже заканчиваются. Уточки здесь плавают. Вкусные, наверное, они тоже. В общем, вот где камни, да? Вот здесь, да? Где скалы. Вот здесь лапстеры ловятся все с твердой... Ну, твердая оболочка у них. И эта твердая оболочка, она намного, ну, дороже стоит. Вот эти лапстеры с твердой оболочкой. Это мальчик. А если мягкая оболочка, они дешевле. Вкусные, баксеры такие, ну, вот эти большие, они будут подороже, где-то по 15-17 долларов в магазине стоят. За полкило. А вот такие где-то, ну, по 10, наверное, в магазинах будут стоить. По 10 баксов в резинки добавлять. Ну, что ж, закончились. А мягкие, мягкие, они чуть дешевле. Там, может быть, по 8 долларов. Видите, еще есть лапстеры. О, надо менять. Ребята, я работаю, чтобы снимать вам видео, я работаю сегодня целый день. А вот эти штуки меняются каждый год. Они выдаются, их нужно менять. Там номера идут. На год. Их покупать надо. Получается, если вы любитель померять, вы можете взять тёчки, ласточки. И вот здесь, прям вот здесь. Мерять. И искать лапстеров в бачках. И там их будет валом. Приятно. И вам не надо, ну, это так просто, сварить себе, чтобы 5-10. Вот здесь очень крупная попался. Очень крупная девочка. С икрой. Смотрите на, какая она большая. И смотрите, сколько у неё чёрной икры. Вы видите? Она, никто её не позначил. Хвост у неё вроде бы не позначен. Если я не ошибаюсь. А не, вот есть метка. Есть. Смотрите, какая корочка. Здесь так много уток. Но я здесь встала. И сегодня туман. Очень много уток. Ещё одна мамаша попалась. Когда я гладусь спинку, она же глаза закатывает. Смотрите. Ох. Так, хорошо, да? Большая. И тоже никто её ни разу не ловил. Она незначённая. Или не позначена. Большая. Он сказал, клетки можно видеть до 30 лет. Поэтому они такие все побитые, страшные, грязные. Заросшие в траве. Сратья 30 лет можно пользоваться. Да, но это уже клетка. С кирпичами. Внутри. И с рыбкой. Сюда заходят. И там остаются. И каждая клетка пронумерована. На одного человека можно всего 800 клеток. Больше нельзя. За день примерно можно обойти 500-350 клеток одному за день. Это заменить наживку. Выкинуть старую, если она есть. Вытащить лабстры. Все лабстры вот так с резинки одетим. 500-550 клеток в день. А легально 800 ты можешь иметь. Одного человека. Если у тебя есть рыбацкие разрешения на рыбалку. Нам также попался маленький ежик. Очень маленький. У них, ну когда они большие, у них внутренность тоже вкусная очень. Уни называется. На суше ставят их. Опа, выкидываем. Видите, выкидываем. У нас хорошенький. Даже вот такие маленькие попадаются. Смотрите, прям как раки. Но это лабстры. Ой, вам не видно. Видите, у него даже маленькие тоже. И клешни разные. Одна широкая, толстая, одна худая. Вот такие маленькие лабстры. Дражат за вот этими мамашами с икрой, как за мамой родной. Рыбаки. Выкидывают их сразу в воду. Так что еще два или три поймали тоже. Но небольшие, правда. Но тоже с икрой были. Так, у нас осталось два ящика. И вот это. И вот у коллапсеров. Вот такие у нее яти. Дократкость. Они экс называют и яти. Я мокрый, грязный, в болоте, в грязи. Тут, кстати, дно не песчаное, а дно такой прям ил, такой грязь. Вот такой вот мы. Болотяка такая. Мамаша Монстр. У них внутри, внутри, под панцирем, они сначала икру, не знаю, как-то зарождается она там у них внутри. Потом они выносят сюда под хвост. И носят эту икру под хвостом. Пока они не вылупятся. Все тут застряло оно, не совсем. Вот этот парниша, мы когда с ними познакомились, ему было 14 лет. Он 14 лет уже ездил сам на лодке. И 14 лет занимался вот этим всем сам. Сейчас ему уже 18 лет. Так, у нас все это застряло тут. Мы можем достать. Очень трудно. Не идет. Хорошо, смотрите, что оно поймалось. Смотрите, какие зубы. Вы представляете? Как оно скрипит этими зубами, я в шоке. Хорошо. 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 Давайте попробуем. Братан, ты там и в аквариуме, ты тут далеко не уплывешь. В общем, хороший уловчик. Может еще одна, смотрите, с черной кровью, маленькая. Даже ее отпускаем. Давай, мамаши. А вот этот парниша бывалый, видите, у него сломанное. Уже его кто-то ловил, или он сам убегал, или как-то не знаю, что случилось. Но лапы ему уже отломали. Лапы в клетку засовывал и сломали. Зубы у него страстные прям. Смотришь, смотришь. Прям трещит ними. Не знаю, слышно вам или нет, не слышно, как он им трещит. Здесь люди ночью скрипут зубами, а эта рыба скрипит зубами. И вот такие малютки попадаются даже, маленькие. А рыба, кстати, я думаю, что она покусана, она же в клетке была с лапстерами, лапстеры ее покусали походу. Мирот, смотри, это какой-то страшный. Вау, прикольно. В общем, вот такая интересная рыбеха. Отпускаем ее. Ты хочешь взять это? Да. Возьмем? Возьмем его. Возьмем его. Возьмем его. Возьмем его. Возьмем его. Я не знаю, что он хочет. Все, спряталась под лапстерами. Под этой травой также есть такие мидии ракушки, обвалы где-нибудь вкусные. Их, чтобы собирать, уже надо это разрешение. Ну, где-нибудь его собирают. Их продают в магазине. Где-то тоже 8, 9 долларов за паунт. Очень честные. Я груздин покажу вам. Их классно собирать на отливе. Вот это черные пятна, видите, на траве Муритании. Вот это черные пятна. Вот. Это все они. Такая-то уточка плавает. Вы не видите. Вау, не знаю. Ой, не знаю. Что-то собирает нам помочь. Мне кажется, здесь реально круто понырять в воде. В шашлычках. Много чего интересного можно увидеть. В общем, шашлычки. Туда веревочка засовывается в дырку. И снимается на веревку. Так быстрее. Раз. Все, наживка готова. Вот эти блоки. Здесь, здесь, они работают. У меня на зеленый приедет. Проверят. Если не будет посроченный, то больше всего. Каждый год надо менять вот эти пломбы. Вот такая красота. В общем, много разных законов, которые надо соблюдать. Для того, чтобы зарабатывать деньги. Как я ваняю рыбу, это просто пипец. Я его смокрый. У нас. Назнача. Цвет. Рубинка. Иногда здесь тюлени сидят, что-то их не видно сейчас. Короче, народ, у нас проблема, у нас веревка замоталась за винт и мы плывем обратно, смоем палубу и сейчас будем нырять, доставать, надо резать эту веревку, что лодка аж трясет, она так плывет, а трясет очень медленно. Плывем, вытащил шланг отсюда, моем палубу, у этой рыбы еще столько осталось, один ящик и все. Воду подключил, опять начинает им набираться, она постоянно здесь циркулирует. Этот бедняг аж пересох уже, пока мы палубу помыли, но он еще живой. медленно, очень медленно едем, чтобы там что не поломать. не едем. Идем. Медленным ходом. Я был в Украине, в Дзекистане, в Казахстане и там видел в этих некоторых супермаркетах лапсеры. цены, конечно, космические были по сравнению только у нас. Это прям кран. Все махаем надвижком. что-то стоит. Вчера его здесь не было, сегодня стоит. У нас прям прибежение конкретное идет, можно понаблюдать за вот этой рыбой и увидеть, как прибежит плотка. поэтому мы очень медленно ходим. Утром, когда сбывали, вода была высокая. Сейчас упало, видите на сколько? На некоторых раз, полтора наверно, больше даже. Пальцы себе все порезал я, в общем. Веревками этими. Этот тоже скоро как закинет все свои раколовки. вот у него лапсера будет куча. Где-то какой-то приехал, видимо, за раками. А за наживкой мы с вами плавали на вот этой водке. Ну и на этой тоже, на которой я сейчас. В общем, лапсера выбрали. Твердые отдельно, мягкие отдельно. Но они не так уж мягкие. Ох! Оживо! 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 Радости полных штаны! Ну, цена другая. Мягкие, в основном, идут на глубине. Твердые, возле скалы почему-то попадаются в основном. На рекамбулу тут. Живая? Оживая. Оживая. В общем, четыре часа придет мужик, который будет веревку ту развязывать внизу. которая там запуталась аквалангист какой-то в общем я взял 10 у него лапсеров бесплатно дал мне в этот раз типа то что я им помогал и те две рыбы и заберу тоже пожарю вот хотел вам зубы поближе показать смотрите и зубки красивыми не пломбированный ничего по ходу траву он и зубами или ракушки челочные лежат острые пики я очень надеюсь вам понравилось это видео пишите комментарии ставьте лайки подписывайтесь делитесь видюхой если кому-то нужны лапстер мы знаем где их можно купить свежие самые свежие дайте нам знать прям с пирса всем пока а также мы а также мы можем отправлять машины лодки комбайны опрыскиватели в разные страны мира кому куда надо дайте нам знать тоже описание читайте там есть номера наших телефонов там есть телеграм-каналы наши напишите мыс ну в общем оставляйте вашу заявку и мы с вами свяжемся и будем работать если вам надо что-нибудь с америки всем пока ребят устал капец очень трудная работа очень трудно они работают так каждый божий день как вы видели я приехал там темно было еще сегодня мы правда рано вернулись 1145 я уже еду домой в прошлый раз четыре года назад я к ним сюда приезжал было где-то в часа два мы приехали не знаю слышно меня нет все два возвратились с воды только все я поехал варить лобстер красотища какая так а это мы пожарили уже эту рыбу будем пробовать надеюсь она вкусная только с огня сняли мяско беленькая такое стоять очень вкусно обалденно вкусно всем приятного